Привет, друзья! Третий этический принцип в той системе знаний, которую я преподаю, называется критическое мышление. Сомнение есть основополагающая суть познания. Попытки познать и передать устройство реального мира были и есть несовершенны. Утверждающее что-то как истину несметное количество раз оказывались неправыми. Утверждающий что-то как истину всегда может оказаться неправым. Реальный мир сложен. Органы чувств воспринимают ничтожную часть его свойств. Выводы о реальном мире делаются из несовершенных посылок. Полное познание реального мира видится задачей, близкой к невыполнимой. Человек огражден от совершенного знания. Посему разумный человек всегда помнит о неполноте своих знаний и готов дополнить их новой информацией. Неразумный человек может пребывать в иллюзии, что его знание совершенна, и не принимать новую информацию. Разумный человек использует свое несовершенное знание, потому что оно проверено наилучшими доступными на данный момент способами и не содержит противоречий. Неразумный человек использует свое несовершенное знание, потому что уверен в его вечной непогрешимости и игнорирует противоречия. Для разумного человека норма сомневаться, для неразумного человека норма быть уверенным. Сомнение продвигает познание реального мира. Уверенность препятствует познанию реального мира. Теперь давайте сначала и по порядку. Сомнение есть основополагающая суть познания. Имеется в виду, что любая информация должна проверяться, перепроверяться, и вы всегда должны помнить, что в течение истории когда-то представляли сначала, и то не сначала, а где-то в процессе представляли, что Земля есть плита, поддерживаемая четырьмя слонами, которые стоят на черепахе, которая плывет по какому-то морю. А потом получилось совсем не так. Когда-то думали, что Земля центр вселенной, и все небесные тела вращаются вокруг нее. Оказалось, что это не так. Когда-то думали, что бросаешь камень, и он дальше летит сам, потому что каким-то образом среда его толкает. Не было представлений об инерции, какие они есть сегодня. И всякий раз эти люди с их представлениями оказывались неправыми. И если кто-то возьмет и скажет, вот у меня есть какое-то представление о природе, об устройстве вселенной и общества, и все, это окончательное, стопроцентно правильное представление, и оно никогда не может измениться, это только так и может быть. Ведь история показала нам, что тысячи и тысячи раз так не работало. А вот когда так было, чтобы что-то постановили, и это прошло тысячи лет, и вот только так и работало. В общем, таких примеров гораздо-гораздо меньше. Поэтому очень опрометчиво утверждать, что то, что вы знаете, это только так и может быть, и во веки веков, навсегда, и что теперь только так будет. Это всегда может измениться, всегда можно узнать что-то новое. Всегда может так получиться, что завтра вы узнаете что-то новое. Поэтому сомнение в любой информации, даже в очень надежной, в самой надежной информации, всегда должно быть. Вы всегда должны понимать, что завтра могут открыться какие-то новые обстоятельства, которые сегодня были вам неизвестны. Попытки познать и передать устройство реального мира были и есть несовершенны. Утверждающее так, хорошо, утверждающее что-то как истину, несметное количество раз оказывались неправыми. Об этом мы уже поговорили. Реальный мир сложен, органы чувств воспринимают ничтожную часть его свойств. Это обязательно нужно понять. Когда вы смотрите на какой-нибудь стол, то вы видите только отраженный от него свет только с одной стороны, только с поверхности. И не все волны, которые проходили сквозь него и отразились и прилетели к вам, а только в видимой части электромагнитного спектра. А как было очень интересно, образно проиллюстрировано это в научной передаче ВИСОС, на научном канале ВИСОС в одном из видео. Если взять все длинные волн, которые люди умеют регистрировать и вот эту шкалу положить в Соединенных Штатах Америки от западного до восточного побережья, вот так на все Соединенные Штаты эту шкалу растянуть, то видимый спектр волн, которые мы воспринимаем своими глазами, будет меньше одного сантиметра. Представляете, на все Соединенные Штаты и вот меньше одного сантиметра это те волны, которые мы видим глазами. Поэтому, когда вы видите какой-то стол, который предположительно существует на самом деле, в нем есть огромное количество частиц, которые можно описать, как они себя ведут, из чего они состоят, какие у них поля, какие между ними силы взаимодействия. А вы только лишь видите в ничтожном спектре проекцию одной стороны его. То есть, вы получаете настолько мало информации об объекте относительно потенциально максимального объема информации, которую можно было бы о нем собрать, что это действительно ничтожно просто. Потому что какие-то волны вообще проходят насквозь, какие-то тепловые волны длинные проходят насквозь через этот стол. И если смотреть в спектре этих волн, стол прозрачный. Вы просто напрямую будете эти волны наблюдать. Ну, слегка они там будут улавливаться. То есть, он будет не идеально прозрачный, слегка мутный, если в этом спектре смотреть. А вот стекло, которое довольно много ультрафиолета поглощает, и в зависимости от видов стекла может полностью поглощать ультрафиолет. Когда, ну, если вы, получается, в завышенном спектре на ультракоротких волнах, вот именно в ультрафиолетовом спектре будете смотреть на такое стекло, оно будет непрозрачным. А что такое стекло непрозрачное? Это будет примерно как кафельная плитка. Ну, так по свойствам похоже. Вот так же будет звенеть, ломаться, острые края. Немножко отличается, конечно, по свойствам, но примерно вот стекло в таком спектре будет как плитка. То есть, когда вы наблюдаете Вселенную органами чувств, вы видите ничтожную часть. И нельзя полагаться очень сильно на свои органы чувств. Мол, раз я видел что-то, я видел какую-то проекцию в видимом спектре, то, значит, я полностью знаю все про этот предмет. Я знаю, какой он внутри, я знаю, какой он с другой стороны. Ну, знаете, человеку, который так рассуждает, можно просто завести его, ну, просто вывести куда-то его на большую какую-то террасу, где будет такой стеклянный купол над ним, очень чистый, которого он не увидит. И на этом стеклянном куполе просто изображение Луны разместить. И он скажет, я знаю, что я вижу. Это небесное тело, Луна, которая находится от меня на расстоянии 384 тысячи километров. И есть, я видел фотографии с другой стороны этого небесного тела, я знаю, как это выглядит. А вы-то знаете, что это всего лишь изображение. Человек будет уверен. Поэтому всегда, всегда нужно закладывать долю сомнений в любые знания, которые у вас есть. Вы совершенно точно знаете, что у антилопы должно быть четыре ноги. Но поверьте, есть такие обстоятельства в нашем мире, в котором мы живем, при которых вы можете встретить пятиногую антилопу. Ладно, там трехногую, если у нее там не стало одной ноги. Но вы можете встретить и пятиногую. Не существует каких-то принципиальных глобальных противоречий, почему это не могло бы быть. Поэтому, если вам говорят, что где-то видели антилопу, то вы можете утверждать, что вы знаете наверняка, что у нее было не более четырех ног. Может быть меньше, да, но скорее всего четыре и не более четырех. Но в любой день может оказаться, что у нее было пять ног или шесть. Поэтому, еще раз возвращаюсь, всегда нужно закладывать долю сомнений в любое знание, как бы вы ни были уверены. Далее, выводы о реальном мире делаются из несовершенных посылок. Что это означает? Возьмем математическую задачу. Автомобиль ехал три часа со скоростью 90 километров в час. Нужно узнать, сколько всего проехал автомобиль. Нам нужно 90 километров в час умножить на три часа, и мы получим ответ 270 километров. Но в реальной жизни ни один автомобиль никогда на свете не ехал три часа со скоростью ровно 90 километров в час. Такого попросту никогда во вселенной не было. Хотя бы немножечко, хотя бы на несколько метров в час эта скорость варьировалась. Автомобиль едет все время чуть быстрее, чуть медленней. Такого не бывает, чтобы идеально точно 90 километров в час и три часа подряд. Так автомобили не ездят. Тем не менее, мы можем решить эту задачу и узнать этот пройденный путь приблизительно. Но если нам нужно супер точно узнать этот путь, мы сможем его узнать только практически. Только на практике измерив. А математика не поможет нам узнать, как именно точно на самом деле было. Действительность всегда может нас удивить. Мы всегда могли не учесть какие-то факторы. То есть математическая задача обладает упрощенным условием. То же самое с логикой. Когда мы берем древний классический логический пример, такой построения вывода, который в науке логики называется силлогизм. Мы берем два исходных утверждения. И из них выводим какой-то вывод. И я сейчас хотел привести классический силлогизм про Сократа. Все люди смертны. Сократ человек. Следовательно, Сократ смертен. Имеется ввиду, что поскольку все люди смертны, вся совокупность людей обладает одним и тем же свойством, что они смертны. Сократ человек, то есть он принадлежит к этой совокупности. И поскольку нам известно, что всей этой совокупности присуще одно и то же свойство, и Сократ принадлежит к этой совокупности, значит ему тоже присуще это свойство. Следовательно, Сократ смертен. И в идеализированной логической задаче только так и может быть. Если мы принимаем, что эти посылки совершенны, то да, получается, никак не может быть. По-другому Сократ обязательно смертен. Но на практике мы можем только предполагать, что все люди смертны. Поскольку я не знаю бессмертных людей. Возможно, вы тоже не знаете бессмертных людей. Возможно, мы привыкли видеть, что какие люди бы не жили, про каких бы людей мы не слышали, в конечном итоге они умирают. Но скажите, действительно ли вы проследили за всеми вообще людьми, когда-либо жившими и ныне живущими на земле? А вдруг есть какой-то человек, ну не знаю, укушенный инопланетянином или с каким-то очень странным генетическим отклонением. Вдруг. Который живет 600 лет и до сих пор не умер, и все с ним хорошо, и заживает на нем все, как, не знаю, на ком, как на сказочном персонаже каком-то. Вдруг. Мы-то не знаем этого. Мы судим приблизительно из своего опыта. То есть для логической задачи мы потом берем посылку, что, мол, все люди смертны. Но эта посылка несовершенна. Мы просто думаем, что все люди смертны. Но в любой день может встретиться человек, который будет бессмертен. Может быть, сейчас его нет, но может быть, он появится через тысячу лет. И когда мы строим логический пример, все люди смертны, Сократ человек, то в идеальной задаче Сократ обязательно смертен. Но на практике посылка несовершенна. Мы не знаем достоверно, точно, что обязательно все люди смертны, и только так и бывает, и только так и может быть во веки веков. Мы не знаем этого. Поэтому всегда нужно помнить и про органы чувств, и про те выводы, которые мы делаем, что это все несовершенно. И все еще должно обязательно закладываться сомнение в то знание, которое у нас есть. И дальше говорится, полное познание реального мира ведется задачей близкой к невыполнимой именно поэтому. То есть мы пока не научились воспринимать Вселенную как-то напрямую. Как я уже говорил, мы не можем точно знать, что есть иллюзия, а что не иллюзия. Просто, как я уже говорил в предыдущих видео про стул, если в моей комнате стоит стул, приходят гости и утверждают, что тоже видят этот стул, описывают его, и он совпадает, их описание совпадает с тем, что вижу я. Поэтому у меня есть подозрение, что некий стул есть на самом деле. Но я не могу воспринять его напрямую и все про него, какой он есть на самом деле. Я могу только видеть вот эту проекцию в ничтожном спектре электромагнитного излучения. Могу ощупывать, могу разломить его ножку и посмотреть на ее место слома и вот так крупиться, покрупиться, собирать какое-то знание. Это очень трудно. И органы чувств еще и подводят, они сбоят. И выводы постоянно строятся на несовершенных посылках, не учитывая каких-то факторов, которых мы еще не знали. Поэтому действительно полностью познать реальный мир, полностью познать Вселенную совершенным образом, действительно видится задачей близкой к невыполнимой. И посему разумный человек всегда помнит о неполноте своих знаний и готов дополнить их новой информацией. То есть разумный человек, он принимает, что очень сложно познать совершенным образом реальный мир, совершенным образом и полностью. Поэтому он всегда допускает, что может быть какая-то информация, которую он еще не знал. Это отличает разумного человека. Если вы спросите разумного человека, какое самое высокое здание на планете, он скажет, я точно не знаю, я не проверял последние какие-то сведения, но последний раз, когда я об этом что-то знал, это был небоскреб, где там в Дубае, который там высотой, кажется, 831 метр, и где такие часовые пояса расписаны, что там наверху одно время, а внизу другое время, потому что там закат солнца в очень разное время происходит. То есть он скажет, я не знаю точно, но по последней информации, когда я проверял, это было вот это здание. То есть он допускает, и этими словами он подчеркивает, что он допускает, что он мог чего-то не знать, что всегда может быть что-то, что уже произошло, изменилось, или изначально его знание было несовершенным. А человек неразумный, для него характерно знать все, как ему кажется, совершенным образом. Он говорит, я точно знаю, как надо сделать. Если очень утрированно взять какое-нибудь такое высказывание, ну вот утрированный пример с вот такими неразумными людьми, например, такой, ну немножко черный юмор может быть, но массовые расстрелы спасут Россию. Что-то вроде этого. То есть человек совершенно точно знает, что вот такие-то категории граждан нужно расстрелять, физически уничтожить. И он знает, как ему кажется, он знает, что после этого будет хорошо. Он знает, что от этого наступит добро. Он не допускает сомнений. Он не впускает никакую информацию. Он не говорит по последним сведениям. Он не говорит, ну вот только лишь там по, ну не знаю, согласно какому-то автору, которого я читал. Там вроде бы есть вот так вот так, и мне показалось это разумным. Но в принципе давайте обсудим, если у вас есть какие-то другие мысли. Нет. Есть люди, которые знают. Они точно знают, как им кажется. И да, это отличает неразумного человека, и не стоит повторять такую позицию. Помните о несовершенстве своего знания. Так вот, разумный человек использует свое несовершенное знание, потому что оно проверено наилучшими доступными на данный момент способами. Это касается четвертого закона логики. Закон достаточного основания. Он называется. И введен он был, насколько я понимаю, Аристотелем, где-то еще задолго до нашей эры, были постулированы три закона логики. А уже 2000 лет спустя, там примерно 500 лет назад, где-то в 17 веке, кажется, вот поправьте меня, если я ошибаюсь, по-моему Лейбниц, который там с Ньютоном в паре работал, и очень-очень много они открытий сделали, по-моему он сформулировал четвертый закон логики, не так важно сейчас, кто его сформулировал, но его суть заключается в том, что у любого высказывания, любое высказывание должно иметь достаточное основание. Для чего это делается? Для того, чтобы рассуждение, какое-то рассуждение, которое имеет цель принести какую-то пользу, вот чтобы оно могло быть полезным, чтобы оно могло принести плоды, на которые можно положиться, опереться, которые чего-то стоят, которые совпадать потом будут с реальностью, обязательно каждое высказывание должно иметь достаточное основание. Почему достаточное, а не совершенное? Я только что объяснил, что и выводы, которые мы делаем, базируются на несовершенных посылках, и органами чувств. Мы не можем воспринимать Вселенную совершенным образом. Таким образом, извините за повторение, мы не можем доказать какое-то утверждение совершенно, как-то идеально, один раз и навсегда. Всегда могут найтись какие-то изъяны, всегда может потом найтись какая-то новая информация. Так что означает достаточное основание? Это значит, что информация, которая говорится, проверена наилучшими, возможно, доступными на данный момент способами. То есть, если я говорю, что у меня на кухне, на столе лежит яблоко, то у меня есть достаточное основание это говорить. Если я очень хорошо проверил, что у меня дома никого нет, кроме меня, я дома один, я положил это яблоко собственноручно или я просто пришел и убедился, что оно лежит на столе, лежит надежно, никуда не катится, нет никакой вибрации, нет никакой тряски, и я только что оттуда отошел, и вот я здесь стою перед вами, и я говорю, у меня на столе действительно лежит это яблоко. На данный момент я не вижу этого непосредственно. то есть, но даже если я буду видеть, это может быть иллюзия, какая-то оптическая иллюзия, или мне просто стало дурно. Поэтому в любом случае, даже если это яблоко будет у меня в прямой видимости, это не будет совершенное, идеальное знание. но если я только-только отошел оттуда, и оно там лежало, и никакой вибрации, и я дома один, то у меня все-таки есть достаточное основание утверждать, что оно сейчас там лежит. То есть, наилучшими возможными доступными способами, которые у меня были, вот здесь сейчас, стоя перед камерой, я это проверил. Я вот прямо только что оттуда. Это действительно неплохое основание, чтобы утверждать, что оно там лежит. То есть, это все еще несовершенно, но хотя бы такое рассуждение, которое опирается на вот такую аргументацию, что я вот только оттуда и видел своими глазами, оно уже хотя бы чего-то стоит. И выстраивая рассуждения на таких аргументах, вы имеете шанс получить действительно какие-то полезные плоды. Так вот, разумный человек, он понимает, что его знание несовершенно, и он получается просто проверяет то, что он знает доступными ему способами, наилучшими доступными ему способами, и помня, что он может ошибаться, закладывая сомнение в свое знание, он осторожно выдает, что он смог узнать, что на сегодняшний день ему известно. Неразумный человек использует свое несовершенное знание, будучи уверенным в его непогрешимости. Он уверен, что это только так и есть. И по-любому, то есть он знает, что какой-то закон в стране приняло мировое правительство, потому что конкретно мировое правительство позвонило конкретно вот этим вот депутатам и президенту, и те приняли закон, а он подписал все это марионетки, он это знает. Он знает это совершенным образом, и ему нельзя как-то аргументировать, что это как-то по-другому. Он не приемлет другую информацию для себя, там где-то в своей голове, в своих представлениях, он просто знает это и все. Вот так и отличите разумного человека от неразумного. Таким образом, ребят, сомнение продвигает познание реального мира, потому что вы остаетесь открытыми для получения новых сведений. Когда вы что-то утверждаете, вы говорите, на сегодняшний день при помощи наилучших способов, которые у меня были, мне удалось узнать пока вот так. И я говорю то, что мне удалось узнать. Если вы знаете что-то другое, если вы знаете как-то по-другому, скажите мне, и мы обсудим это. Такой человек все время открыт, и он все время прогрессирует. Он приходит на работу, говорит, я очень хороший специалист, я знаю все про вот это оборудование, оборудование. Я действительно очень хорошо разбираюсь, у меня есть хороший опыт, но если вы утверждаете, что вы здесь знаете что-то лучше, я готов послушать. Пожалуйста, расскажите, может быть, я действительно услышу что-то новое, ну а вдруг, вдруг есть какие-то технологии, о которых я еще не слышал. Ему начинают рассказывать, и он говорит, вы знаете, мне это известно. Да, вот то, что вы сейчас говорите, я поработал, да, я знаю, я могу вам показать, как это работает, но этот человек был открыт к познанию, он был открыт к росту, открыт к прогрессу, и если он сохранит такую позицию везде и всегда, то он не обидит свою девушку, например, тем, что они будут спорить, сколько стоит тирамису в конкретной кафешке. Он скажет, я знаю, что она стоит 329 рублей, да я вчера там смотрел. Девушка обидится, он ее обзовет дурой, она обидится, а потом окажется, что у них с сегодняшнего дня акция, и оно стоит 219 рублей. А девушка знала о том, что эта акция начинается еще за 2 недели заранее, и сегодня утром она туда звонила, ей подтвердили, что акция началась, что это стоит вот столько, а у вас было, как вам казалось, совершенное знание, и поэтому вы допустили допустили в своей жизни некоторую десоциализацию, когда вы ухудшили свои связи с близким человеком. Вы не хотите такого, и вы не хотите блокироваться также от научного знания, нового. Нужно развиваться, нужно все время познавать мир все лучше и лучше, и когда вы думаете, что вы что-то знаете, все время нужно помнить, что возможно вы еще чего-то не знали, а возможно что-то изменилось с тех пор, как вы это узнали, всегда нужно быть открытым. А если вы встретите человека, который знает все на сто процентов, который говорит все только вот так, и никак не может быть по-другому, и никогда не будет иначе, то покачайте головой и пожелайте этому человеку изменений в положительную сторону, и дальнейшего развития вслед за вами. На этом третий этический принцип завершен, он назывался критическое мышление, подумайте обо всем этом.